Человек долгие годы жизни, пребывая в обусловленности менталом, в обусловленности личностью и ее персонажными программами, привык быть в зависимости от смысла, от цели. То есть цель ведет человека, смысл определяет жизнь человека. И человек не мыслит себя как-то жить иначе. Я сразу хочу отметить, я ни в коем случае не говорю, что человек должен жить бессмысленно, ни к чему не стремиться и цели не ставить. Но, во-первых, человек должен обнаружить чистоту настоящести себя и чистоту персонажности, обнаружить это различие и не путать. Далее, он должен ощутить люфт и расстояние между собой и личностью. Точно так же он должен ощутить и обнаружить состояние дистанции и люфта между собой и мышлением. Когда все это происходит, запускается процесс разотверждения. В этом участвует и наблюдение, да, многомерности вот этого наблюдения и проговаривание голосом вслух, и моделирование. Это все то, что есть на практике. И когда это разотождествление действительно набирает мощь и обороты, человек начинает как бы выходить из-под гравитации ментальной, да, программы, из-под гравитации ментальной матрицы. Это непростое состояние. То есть, ну, с чем его можно сравнить? Это когда человек вот плавает в глубине, да, заходит в море, в океан, он чувствует легкость, какую-то невесомость. Он не чувствует даже тяжести собственного тела. Но когда он возвращается назад, то есть, он пытается выйти вот из этого охвата водой, то что происходит? Его тело становится очень тяжелым, как будто вес в разы увеличивается именно по ощущениям. Человек пытается адаптироваться, он выходит, а волна набегает сзади и пытается сбить с ног и затащить назад. Вот где-то похожая аналогия с тем, что происходит с ментальной матрицей и ее гравитацией. Когда человек все больше и больше находится в разотождествлении, он точно видит все свои ментальные смыслы, игру в эти ментальные смыслы. Он видит игру в ментальные цели. И ключ здесь вот в чем. Я об этом много раз говорила, что не человек имеет смысл и цель, а цель и смысл имеют человека. И это, увы, крайне печально и выглядит достаточно обреченно. Находясь все больше в разотождествлении, начинаешь чувствовать, что старое больше не работает, а новое, оно как бы только-только начинает проявляться, и ты не можешь никак забежать и четко ощутить, что это такое. И вот эта неизвестность, она мучительна. Путь к себе, он никогда не находится снаружи. Он не зависит от точки координаты вот на территории Земли, где ты находишься, да, вот в данной реальности. Все зависит от того, где ты находишься внутри себя. И если человек пребывает в ментальной чистоте, в ментальной ипостаси, то он никуда не двигается, как только, как говорится, уплотняет саму ментальную эту ипостась. Потому что он продолжает как бы курсировать и петлять в ней. Чтобы сместиться в сторону своей сути, в сути сознания, естественно, человек должен обнаружить и того, кто смещается, и как ощущается само это смещение, и как человек рассматривает само это смещение и того, кто смещается. Все это, это очень такой непростой многомерный процесс. Но в этом и заключается путь к себе, настоящему, к источнику себя. Более того, я скажу, в чем еще сложность. Информационное поле подкидывает кучу версий всего, что человек должен сделать, как произойдет просветление, как к нему прийти. Но это все иллюзия, это все такое ментальное плацебо, которое по факту, по сути, ничего в себе сакрального и сущностного не несет и нести не может. Потому что ментальная матрица, ее capacity, ее ментальность, ее потенциальная ментальность гораздо ниже, чем способность воспринять истину, которая сверхчастотна, которая действительно принадлежит сознанию и никогда не принадлежит менталу. Человек же ошибочно пытается истину обнаружить умом. Это априори бесполезно. Итак, если вернуться все-таки к этому состоянию зависшести, да, неопределенности, неизвестности, да, действительно, чистый духом он может только войти в Царствие Божие. То есть человек должен почувствовать свое присутствие. Присутствие, не обремененное ролями, не обремененное образами, какими-то идеями, обусловленности, какими-то целями. То есть чистое состояние присутствия есть насти себя, есть насти себя по моменту. И только так раскрывается путь настоящести в настоящий дом себя. Какая аналогия? Вот наверняка многие слышали, слушатели, про то, как Моисей водил иудеев 40 лет по пустыне, потом как воды Красного моря раступились. И они шли из Египта в Иерусалим. Суть сейчас не в каких-то исторических фактах, да, или каких-то ориентирах исторических нет. Но аналогия здесь похожа вот в чем. Если сравнить это Красное море, это воды Ментала. Человек не должен занимать ни одну из сторон, ни плюс, ни минус. Он должен находиться с собой в золотом сечении. И только так пролегает этот путь. Он как бы между. Но он в другом измерении. И так человек двигается из темноты невежества, неведения. И неведения о своем неведении в сторону дома. Дома себя бытийного, да, всегда целого и всегда одного. То есть в сторону своей настоящести, в сторону чистоты сознания бытия. Там, где он абсолютный. То есть абсолютное «я» все с большой буквы. И это абсолютно сакрально. Это нельзя ничем заменить или как-то подменить чем-либо. Дело в том, что все, что знает человек, он знает себя образного, себя персонажного. И, соответственно, персонаж всегда подчиняется правилам пьесы, сценария пьесы. И он ничего не может поменять ни в своей персонажности, ни в этой пьесе. Ключ всегда заключается в разотождествлении. То есть выходы за пределы пьесы, за пределы персонажности. И это не означает, что человек с чем-то борется. Это не означает, что человек прячется. Это не означает, что человек куда-то бежит, убегает и пытается заменить старое на что-то новое. Нет. Человек в наблюдении за собой каждый момент. Что с ним происходит? Как происходит? Как он звучит? Как он дышит? Как он присутствует? Как он воспроизводит что-то собой? Как он себя трансфирует? Все эти вещи несут очень много прозрений и инсайтов. Но человек, ослепленный и обусловленный ментальной идеей и целью, он всегда вовлечен. И в этом всегда есть алгоритм спящести. То есть спящий человек – это человек тотально вовлеченный и погруженный в какую-то идею и цель. И пока эта цель и идея крутит, контролирует и руководит, человек априори не свободен и даже не подозревает, что в принципе с каждым, как говорится, моментом он теряет право на освобождение. Почему? Потому что набирается критическая масса того или иного состояния. Либо состояние погружения, либо состояние разотождествления. Я хочу сказать, что не нужно бояться таких состояний. Нужно действительно осознанно, открыто, по-настоящему с этим взаимодействовать. Помогать себе голосом слух, потому что голос недооценен в ментальной реальности. Более того, информационное поле всячески блокирует необходимость использования голоса. Человек почему-то думает, что когда он обращается к кому-то, это и есть использование голоса. Нет. Все должно быть направлено на самого себя, для себя. То есть нельзя дать напиться из колодца, в котором пусто. Почему? Чтобы что-либо кому-либо давать, ты сначала должен дать это себе. И только так ты можешь наполнить себя собой. Только так ты можешь стать целостным. Только так происходит исцеление и возвращение в дом себя.